Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на семинаре в гимназии 278 имени Бориса Борисовича Горицына, который проводится в сотрудничестве с кафедрой культурологии Академии постдипломного образования. Мы надеемся, что опыт воспитательных практик вам будет интересен и полезен. Будем благодарны, если вы оставите свои комментарии в чате. Формирование воспитательной системы в школе – это длительный процесс, он складывается годами. Система воспитательной работы, как правило, основана на традициях в школе и связаны с ее укладом. Есть документы, регламентирующие эту деятельность на уровне государства и региона. Есть определяющие направления деятельности – это образовательная программа, программа воспитания, программа развития образовательного учреждения. Есть эколограмма мероприятий, которые привязаны к значимым датам и событиям. Однако, зачастую в школе не удается выстроить все разнообразие воспитательных практик, как целостный процесс, который объединяет себе и обучение, и воспитание. Целостность достигается, во-первых, за счет ясного понимания всеми участниками образовательного процесса целей воспитательной работы, важнейшее из которых – это становление личности на основе тех базовых ценностей, которые составляют культурный код нашего народа. Иными словами, формирование российской гражданской идентичности. Во-вторых, целостность достигается также за счет единства методических подходов, которые используются в воспитательной работе. И если ранее в работе педагога преобладали формы и методы, в которых ребенок выступал в качестве объекта воспитания, то сегодня приоритет отдается воспитательным практикам событийного характера, в которых ребенок и взрослый взаимодействуют и сотрудничают на равных. Сегодня требуется изменение роли ребенка в системе воспитания, создание нового пространства, где он имеет возможность проявить себя в деятельности. И, наконец, важнейшим условием для формирования ценности, целостности процесса воспитания в школе является наличие больших масштабных проектов, которые создают новые возможности для интеграции учебной и внеучебной деятельности и формируют воспитательное пространство школы. Таким объединяющим проектом в нашей гимназии стал проект «Третье место», суть которого сводится к созданию открытых событийных пространств совместной деятельности детей и взрослых. Название вызвано не случайно. «Третье место» – это часть городского пространства, которое не связано с домом первым местом или классной комнатой вторым. Просторные холлы и коридоры гимназии превратились в креативные пространства, в которых ребенку комфортно, интересно, он может отдыхать, учиться и общаться по своим интересам. Мы представляем интерактивное пространство, культурно-образовательное пространство, которое в новых условиях вышло в цифровую среду и стало цифровым культурно-образовательным пространством. Основная роль нашего пространства заключается в интеграции образовательного процесса гимназии как в части обучения, так и в части воспитания. Этот процесс складывается из различных форм взаимодействия всех его участников, охватывает детей разных классов, призван объединить усилия учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, он предусматривает активное участие родителей и социальных партнеров. Наше культурно-образовательное пространство представляет собой комплекс, включающий в себя три взаимосвязанных локальных зоны, которые объединены общей идеологией и выстраиваются в логике музейно-педагогической деятельности. Эти пространства, открытые для детей, педагогов, родителей, позволяют реализовывать разнообразные межгрупповые дизайн-проекты и способствуют развитию детской инициативы активности. Над этим проектом мы работаем уже третий год. С каждым годом третье место расширяется. Начиналось все со свободного читательского пространства. Это пространство для чтения представляет собой уютный уголок с изображением на стене памятников символов Санкт-Петербурга. Здесь есть место для чтения, игры, общения со сверстниками. В этом уголке поселился и придуманный детьми герой проекта «Собака по плечке читалка». А рядом расположилась сцена, которая стала местом для показа постановок различных. Небольшая сцена позволяет актерам и зрителям тонко чувствовать друг друга и меняться ролями. Здесь нет барьеров, мир поэзии, народного творчества, музыки на расстоянии вытянутой руки. Сегодня проходят здесь встречи с интересными людьми, писателями, художниками, представителями культур народов России. Проводятся презентации книг, конкурсы, многое другое. После прошлогодней встречи с детским писателем Валентином Постниковым учащиеся взяли для проекта «Новый год. Время желаний» одну из его книг «Новогодние приключения Карандаша и Самоделкина». Затем появляется Петербургская игротека. Чтобы организовать это пространство, каждый класс придумал игру, связанную с Петербургом. Теперь каждый желающий может найти здесь игру по своим интересам. Игровой фонд игротеки пополняется постоянно. Здесь у нас собраны игры не только о Петербурге, но и о театре, бизнес-игры, разработаны интересные квесты «Игры нашего двора», а также интеллектуальные игры. Вот с большим успехом у нас пользуется как раз квест «А у нас во дворе». Сейчас Петербургская игротека стала пространством, любимым местом отдыха и общения учащихся во внеурочное время. Игровое пространство оформлено в виде Петербургского дворика, в оформлении которого мы использовали достопримечательности Адмиралтейского района. И, наконец, еще одно пространство – это музей детского творчества. Выставочное пространство детский музей поддерживает традицию выставок к определенным датам и позволяет систематизировать эту работу. Работа делится на три блока, в рамках которых создаются выставочные проекты по той или иной тематике с учетом временного фактора. В качестве основной методической идеи мы взяли идею путешествия. Осенью мы путешествуем в мир природы, зимой – в мир людей, а весной – в мир воображения, творчества. Кроме осенних выставок, это пространство используется также для проекта «Другой учебник» – «Живые страницы», с которым мы вас познакомим чуть позднее. Сезонная выставка прошлого года была представлена проектом «Театральная история в осеннем лесу», одним из этапов которого были мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала. Изготовленными детьми коллективные поделки были творчески представлены на итоговые встречи по результатам проекта. А зимний проект представлен прошлого года, был представлен проектом «Новый год. Шагать по планете». Экспонатами выставки стали поделки, демонстрирующие традиции и встречи Нового года в разных странах. Итогом проекта стал праздник, который надолго заполнился всем его участникам. В перспективе нашей работы – это организация пространства каждого класса. Это будут мини-выставки, которые будут находиться не в классе, а перед ним. И будут ярко и наглядно представлять жизнь каждого класса начальной школы. Во время карантина и связанных с ним ограничений нам пришлось осваивать совершенно новое пространство. Об этом уже говорили мы не раз. Это пространство цифровой среды, возможности, которые мы для себя только открываем. Конечно, это непростой процесс. Постоянно приходится учиться, осваивать новое. И сегодня мы постараемся показать модели воспитательных практик, которые были нами с той или иной степенью успешности в экспериментальном режиме, основанной в этом учебном году. В основе данных проектов лежит по-прежнему выставочная деятельность. Но выставки в этом году стали цифровыми, то есть организованными в цифровой среде. Мы столкнулись с проблемами, которые пытались разрешить в этом году. Что-то удалось, что-то еще в проекте разрешения. Итак, вопросы стали перед нами следующие. Как сделать выставки общедоступными? Как сделать выставки посещаемыми? И, наконец, как организовать взаимодействие детей при работе над выставкой в выставочном пространстве? В этом году в классах воспитательные мероприятия остались в привычной форме. А вот общешкольные проекты организуются в использовании цифровой среды. Они перед вами. Продолжение следует...